добрый вечер уважаемые трейдеры сегодня у нас 8 июня время очередного правильного понедельника рад приветствовать вас на нашем традиционном вебинаре давайте традиционно проверим качество связи и нет ли проблем с изображением если все отлично если нет проблем можно поставить плюсики вот те кто знает уже это в принципе сделал большое спасибо значит сценарий классический подведем итоги фундаментальные прежде всего прошлой торговой пятидневки коснемся тех активов на которые можно было обратить внимание на которые обязательно нужно было обратить внимание плавно перейдем к основным событиям этой недели и в конце на заключительным слайдом на основании того о чем я вам расскажу можно будет коснуться также основных ценовых ориентиров по ключевым валютным активам которые вы используете в каждодневной спекулятивной деятельности что касается качества боюсь что это максимум наших возможностей да к сожалению так имейте ввиду что вы можете навести мышкой на мое изображение там будет также бегуно громкости соответственно если перевести его в крайне правое положение звук должен стать получше попробуйте это может помочь что же давайте теперь тогда переходить к нашему вебинару начнем также традиционно с главного валютного риска с евро валюта которая текущую точнее прошлую пятидневку начала с потерь однако в целом если оценить ту волатильность и те движения которые мы видели на потери начала недели можно действительно закрыть глаза поскольку в принципе бычий интерес и рост главного валютного риска многократно превзошел даже самые оптимистичные ожидания и мы сейчас в принципе коснемся фундаментальной картины которая располагала к тем или иным движениям но сначала начнем статистике тем более что в начале недели собственно как и по итогам и всей пятидневки было достаточно индекса деловой активности в понедельник производственном секторе германии и еврозон оказались не только лучше прогнозных значений которые закладывались в основу этой статистики но и продемонстрировали улучшение даже по сравнению с прошлыми оценками разумеется на публикация публикация данных статистики которые напрямую определяет показатели темпов экономического роста она является сейчас очень важной тем более что мы сейчас продолжаем следить за комментариями касательно дальнейших мер экономического стимулирования и любой макроэкономический релиз может убедить нас в плане того как себя чувствует валютный блок и отдельные его экономики поскольку статистика вышла такая как я обозначил это разумеется повысило интерес к предстоящей конференции руководителя европейского центрального банка марио драги и очень важно было бы еще по итогам скажем до до конференции драги дождаться наверное самого важного отчета который напрямую и определяет сейчас риторику это конечно же данные по инфляции и мы их еще получили что касается американской валюты в неделе мы видели как доллар активно рост поддержка снова пришла со стороны национальной статистики в частности индекс доловой активности производственном секторе аэсэм вырос до 52 и 8 а индекса постепенного разгона инфляции подскочил сразу на 20 процентов до уровня 49 и 5 в результате юсди иена достигла максимума с 2002 года 124 90 но опять же по итогам прошлой пятидневки поскольку мы знаем уже где побывала пара 124 90 это был такой перевалочный пункт поскольку этот актив этот тандем валютных активов улетел гораздо выше уровня 125 ключевой темой в принципе не то чтобы даже было продолжает оставаться конечно же ситуация с грецией учитывая 250 пунктный прирост евро доллара который мы наблюдали во вторник нетрудно догадаться что ситуация сдвинулась с мертвой точки и были скажем позитивные факторы которые позволили трейдерам сделать ставку на рост главного валютного риска но опять же если коснуться уже того дополнительного новостного фона который мы получили уже ближе концу недели можно сказать что тот позитив тот оптимизм который был характерен для евро по факту возможно разрешение греческого вопроса был несколько преувеличен поскольку как такового разрешения греческого вопроса еще нет тройка кредиторов предложила конечно же афинам новую сделку соглашение о дальнейшей финансовой поддержке в частности международный валютный фонд европейская комиссия согласовала все положения обновленного документа и внесла ряд правок опять же вновь согласовал эти правки и представила документ греции поэтому поскольку это действительно был такой фундаментальный прорыв в договоренности между тройкой греции участники рынка высмотрели в этом очевидный прогресс после месяцев безрезультатных переговоров а многие поверили в успех того что этот документ в отличие от прошлого который предполагал необходимости реформирования рынка труда в труда и пенсионной системы этот документ будет более стоящим на него можно уже его можно использовать в качестве базиса разрешения этого долгового противостояния но в целом мы прекрасно знаем что последующие после этого комментарии заявления со стороны греции подтвердили тот факт что этот документ еще нуждается в колоссальной доработке и вообще он является неприемлемым для греции поскольку те положения которые там прописаны также представляют серьезную трудность в реализации и вряд ли могут стать как раз тем самым базисом на который мы делали ставку на который трейдеры делали ставку касательно разрешения этой проблемы стоит отметить еще данные по инфляции которые также были опубликованы в начале прошлой недели годовой показатель индекса потребительских цен вырос до 0,3 процента против прогноза 0,2 процента реагируя на настроение трейдеров европейский долговой рынок на который мы также в последнее время делаем очень большую ставку поскольку действительно динамика немецких десятилеток по сути очень красноречиво отражает настроение трейдеров и вообще отношение к рисковым инструментом в частности после того как а мы получили хорошие данные по инфляции в еврозоне видели то что десятилетки немецкие выросли на 16 и один базисных пунктов достигнув уровня 0 67 но это также было только началом поскольку концу прошлой пятидневки мы видели то что максимум по этим долговым бумагам был зафиксирован практически в районе одного процента туда правда пошла коррекция между прочим опять же забегая вперед сегодня мы видим также активный рост европейской валюты если вы посмотрите на динамику именно долгового рынка вы сможете увидеть что именно облигации сейчас продолжают толкать евро вверх поскольку на фоне роста доходности этих облигаций повышается привлекательности активов которые номинированы в евро завтра в ходе брифинга мы детально проанализируем эту ситуацию но уже могу точно сказать что дополнительного новостного фона по греции пока что нету а вот что касается динамики долгового рынка то она сейчас является определяющей и вы если пытаетесь найти фундаментальное подтверждение тем или иным сделкам я вам советую зайти на соответствующие ресурсы и посмотреть как ведет себя как раз долговой рынок тогда когда макроэкономическая картина экономический календарь не на создают хороших новостных поводов для того или иного трейда поэтому давайте вернемся все-таки к прошлой пятидневки и к начале недели когда немецкие бумаги добрались до уровня доходности 067 разумеется это подтолкнуло спроса на евро валюту можно было также посмотреть еще как вели себя уже американские десятилетки там доходности охоте тоже увеличиваются но не поспевала за темпами роста немецких а бунтусов поэтому трейдеры разумеется делали ставку на тот актив который рос более динамично и американские бумаги да и в принципе американская валюта в этом немного проигрывала евро поэтому получив разумеется такую серьезную поддержку мы видели как евро с уровня 109 с небольшим 109 30 как раз продемонстрировал этот серьезный подъем в районе 250 пунктов достигнув уровня 1 12 вот сегодня мы снова увидели как этот уровень пал и пара продолжает набирать обороты еще правда неясно на каком уровне мы завершим сегодняшнюю торговую сессию но все будет зависеть как раз и от дополнительных новостных если поступят поводов по греции и окончательной динамики немецких десятилетних бумаг и вообще спроса на долговые активы европейского происхождения на фоне роста главного валютного риска наблюдались в начале недели и мне кажется абсолютно логичные распродажи американской валюты тем более они логичны если мы сделаем с вами акцент на статистику которая была опубликована прежде всего хочу обратить ваше внимание на объемы заказов на товары сша они снизились в апреле на 0,4 процента это между прочим самое сильное снижение за несколько последних месяцев и тенденция из восьми месяцев конечно же перспективка не утешительная но все же здесь просто стоит иметь ввиду что такая статистика есть но другие отчеты являющиеся более определяющими для долгожданного решения по ужесточению монетарной политики они пока продолжают радовать трейдеров снизился индекс экономического оптимизма если прогноз у нас был 49,8 то по факту 48,1 да статистика конечно же еще раз повторюсь разочаровала но также нужно понимать что отчеты в целом третий сортный это так как дополнительный новостной фон и особенно он может быть интересен тем кто предпочитает краткосрочный трейдинг что касается тех кто делает ставку на позиционную картину среднедолгосрочный инвестор и тут уже нельзя спорить с очевидным позитивом который идет со стороны рынка недвижимости нельзя спорить с соответствующим улучшением показателей и по индексу потребительских цен что касается реакции традиционного валютного тандема на американскую статистику разумеется я имею ввиду пару юсди иена то на пара у нас оказалась в районе ста двадцати четырех ноль восьми но потом последовал уже уверенное восстановление восходящее движение выше ста двадцати пяти и опять же предпосылки фундаментальные для этого уже были стоит также отметить решение резервного банка австралии который сохранил процентную ставку на прежнем уровне без изменения два процента выраженной двадцать семьдесят три честно говоря в районе как раз одного двенадцати семидесяти даже локального максимума были 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 представления вероятность на и ожидание того что евро сможет сохранить этот бычий восстановительный импульс и добраться вплоть до уровня одного пятнадцати но опять же вы уже уверен осведомлены о фактической картине по греции и разумеется сейчас еще раз повторюсь также подтверждение слов нашего сегодняшнего брифинга что основание для такого целенаправленного занятия длинной позиции по паре евро доллар сейчас не так уж и много точнее их практически нет но если только поддаться вот этому всеобщему росту если решить что ситуация с грецией в любом случае будет разрешена позитивным образом но опять же это вероятностные ожидания это серьезные риски а если не будет если не будет то мы вполне возможно сможем увидеть еще один черный лебедь который в этот раз сядет на пару евро доллар и я думаю что если мы услышим самый негативный сценарий касательно технического дефолта который разумеется будет перерастать в фактический выход из состава валютного блока и это уже коррекция для евро доллара и для других валютных активов валютных пар которые связаны с европейской валютой не на 100 пунктов не на 200 пунктов я думаю что в случае негативного сценария мы сможем увидеть просадку того же самого евро доллара больше чем на 500 пунктов и это может произойти в моменте почему бы нет прецедентов такого еще не было поэтому это еще больше интерес того как же отреагирует рынок на такое проявление негативного сценария что касается дополнительных новостных поводов дополнительного новостного фона на прошлой неделе помимо греции достаточно интересным было еще и выступление руководителя европейского центрального банка марио драги напомню что она состоялась в среду до этого до выступления руководителя президента и цб европейский мега регулятор опубликовал обновленные параметры денежно-кредитной политики ставка на прежнем уровне 0,05 процента что касается ставки по депозитам также прежнее значение минус 0,2 процента но основное движение по евро доллару последовало после того как начал вещать со свойственным красноречием марио драги и разумеется он наверное как и подобает руководителю национального мега регулятора в достаточно оптимистичном ключе высказывался по экономике валютного блока отметил что те точнее то восстановление которое мы сейчас наблюдаем в рамках опять же еврозоны это не сезонное проявление хороших макроэкономических данных и это не случайность это тенденция которая сейчас набирает обороты и которая только будет усиливать общую оптимистичную картину по валютному блоку ну словам конечно же верить это последнее дело нам нужна статистика нам нужны конкретные факты и судя по последним данным в целом если руководствоваться макроэкономическим фоном конечно же нельзя сейчас сказать что экономика валютного блока набирает обороты и нащупала тот самый искомый базис для стабильного экономического восстановления нет даже инфляция которую мы увидели улучшилась конечно же в годовом эквиваленте в месячном эквиваленте все таки риски того что она снова может оказаться на отрицательной территории они серьезные а тем более что мы видим что и нефть продолжает корректироваться а нефть это один из как раз тех самых факторов который влияет на фактические показатели на фактический уровень цен и если нефть будет снижаться соответственно это может заказаться и на снижение уже промышленных цен индекса производителей в конечном счете снова вывести показатели по инфляции на скажем на фонд с дефляционными рисками и если это произойдет разумеется ЕЦБ снова будет щедро на комментарии по новым мерам экономического стимулирования точнее дополнительным мерам и эти меры могут вылиться в расширение программы количественного смягчения но в любом случае это все конечно же перспектива предположения это как бы сценарий который может стать реальностью для рынка сейчас давайте все таки руководствоваться фактами вернемся к комментариям руководителя европейского центрального банка Марио Драги отмечу еще раз что касательно экономики он просто расплылся в комплиментах что касается инфляции то последний показатель именно роста месячного эквивалента и годовой позволили ему сообщить рынку о том что также нащупаны уверенные стабильные основания для постепенного разгона и этого показателя тоже и в самое ближайшее время ЕЦБ сможет добраться до целевых показателей по инфляции вы знаете что целевой показатель собственно для валютного блока и для других развитых рынков это 2% но посмотрим насколько эти цели будут реализованы поскольку Марио Драги так и не отличился мягкой риторикой в принципе ее мы ждали ее на нее мы делали акценты разумеется в связи с этим активных продаж по главной валютной паре евро доллар так и не последовало и напротив даже трейдеры в отсутствие мягких комментариев высмотрели возможность для локальной покупки евро доллара в целом сейчас если раньше мы делали ставку на ожидание соответствующей конференции выступления Драги сейчас это уже в прошлом пока комментарии и слова его коллег которые спровоцировали напомню три недели назад разгрузку евро доллара с уровня 1.14 эти комментарии не подтверждаются но все-таки мы должны иметь в виду тот факт что если статистика по-прежнему будет демонстрировать и характеризовать слабость экономики валютного блока ЕЦБ снова сможет вернуться к теме дополнительных экономических стимулов и почему бы нет все-таки расширить программу которая сейчас составляет 60 миллиардов евро в месяц и кстати она будет продолжаться до середины 2016 года что касается американской валюты в среду здесь доллар получил соответствующую поддержку со стороны уже национального макроэкономического фона и снова предпринял скажем попытку вернуться в район 125 иен против одной единицы американской валюты что же способствовало локальному росту ближе уже к концу недели в преддверии самого важного отчета по состоянию американского рынка труда сначала конечно же стоит коснуться частной оценки перспектив американского рынка труда это EDP согласно этому отчету мы увидели то что американская экономика в мае прибавила 201 тысячу рабочих места и этот показатель существенно превзошел данные прошлого месяца хорошие новости также для доллара и для тех трейдеров которые делали ставку на рост американской валюты выступило еще и снижение дефицита торгового баланса с 50 миллиардов долларов до 40 восьмидесяти восьми и в результате пара доллара японская иена закрыла день в плюсе на уровне 124.22 но опять же это были только цветочки поскольку в пятницу уже по факту нонфарм перлс мы увидели еще более существенное восходящее движение что касается того ралли которое было спровоцировано греческим вопросом то в четверг оно уже несколько подостыло возможно это было связано с комментариями главы еврогруппы отметившего что скорого соглашения между ЕС и Грецией ждать пока не приходится поскольку между сторонами по-прежнему остаются существенные разногласия и недопонимания и сейчас все сошлись во мнении что предложение по возможному нахождению компромисса если уж Греция не устраивать те документы которые предлагает тройка должна предоставить уже сама Греция но уже после этих комментариев этого решения прошло по сути четыре полноценных дня и этих предложений до сих пор на рынке нет поэтому и такой интерес сейчас по-прежнему к евро доллару интерес который касается возможности занятия коротких позиций для оппозиционного трейдинга и интерес с точки зрения того что сейчас все таки по-прежнему оснований для коррекции главного валютного риска больше чем оснований для потенциального роста против евро и в пользу доллара выступила еще и статистика по числу заявок на пособия по безработице мы видели то что число заявок снизилось до 276 тысяч против прошлого показателя 284 тысячи в результате пара доллар японская иена еще ближе приблизилась к уровню 1.124.50 но опять же это также было только отправным уровнем поскольку пятничные показали что у доллара есть достаточно оснований для того чтобы сохранить этот восстановительный импульс для тех кто торгует еще британской валюты также скажу пару слов про фунт и про соответствующий национальный для этого актива макроэкономический фонд в четверг также были опубликованы обновленные параметры денежно-кредитные политики уже англии и после этого конференцию дал руководитель банка англии что мы услышали по факту уже обновленных параметров со стороны банк англии на самом деле ничего нового никаких изменений никаких неожиданностей ставка на прежнем уровне на целых пять сотых процента точнее пять десятых процента и программа выкупа активов 375 миллиардов фунтов что касается конференции карни то уже который раз подряд он пытается убедить рынки в том что в рамках британского мегарегулятора есть все основания для того чтобы увидеть расширение точнее разгон индекса потребительских цен в ближайшее время и если это произойдет можно будет дождаться и долгожданного решения по повышению процентной ставки честно говоря учитывая опять же общий фундаментальный фон я не думаю что Англии удастся так вот удачно справиться со проблемой низкой инфляции и поднять ее к также целевому уровню который сейчас зафиксирован так же как и для других регионов еще раз повторюсь в районе развитых рынков то есть в районе двух процентов и с чем связано такое пессимистичное ожидание по будущим показателям индекса потребительских цен достаточно вспомнить последние отчеты по инфляции по Англии вы знаете что впервые с 1960 года месячный показатель точнее годовой показатель ушел в отрицательную зону на минус 0,1 процента то есть фактически дефляционные риски и между прочим банк Англии не задействует такие активные меры экономического стимулирования и программы которые направлены для решения этой проблемы как это делает еврозона опять же стоит делать ставку либо на колоссальный рост заработных плат что вряд ли мы увидим по британскому мега регулятору либо восстановление цен на нефть что опять же после пятничного решения опеку сохранение квоты выработки дневной на уровне 30 миллионов баррелей я также обозначаю как маловероятный сценарий поэтому в целом думаю что в лучшем случае если удастся это вывести показатель по инфляции с отрицательной территории набрать несколько десятых процентов но достигнуть двухпроцентного показателя на это уйдут в прямом смысле годы и разумеется до тех пор пока этот показатель не будет достигнут вообще не стоит говорить про такое понятие как повышение процентной ставки поэтому фунт на мой взгляд также позиционно сохраняет потенциал для коррекции и если среди вас есть средние долгосрочные трейдеры которые также внимательно следят за фундаментальной картиной думаю вы со мной согласитесь ну и конечно же пятница нонфармперлс главный отчет прошлой недели хотя если посмотреть на динамику рисковых инструментов евро доллара практически всех австралийцы новозеландцы они демонстрировали даже в рамках недели чудовищную волатильность и нонфармперлс просто стал еще одним макроэкономическим отчетом который поддержал эту волатильную среду и создал еще больше возможностей для надеюсь прибыльных сделок что касается самого отчета давайте все таки уже поговорим про фактический показатель 280 тысяч новых рабочих мест против прогноза 225 и на что еще большее внимание нужно было обратить это конечно же на динамику средней почасовой зарплаты и в этот раз мы снова наконец-таки увидели рост показателя 2,3% против прогноза 2,2% это не просто хорошая статистика это самый скажем ощутимый прирост за последние практически два года вспомним еще базовые показатели по инфляции уже давайте оперировать и хорошая статистика по рынку труда получается что у нас все больше аргументов в пользу того что американский мегарегулятор готов к повышению процентной ставки если опять же вернуться к комментариям елин она делала ставку на три ключевых фундаментальных составляющих это дождаться роста индекса потребительских цен в принципе можно сказать что по крайней мере основания которые будут выступать базисом для роста этого индикатора индекса есть елин обращала внимание на недостаточный рост зарплаты в этот раз мы получили статистическое подтверждение что на самом деле не все так плохо с этой статистикой а значит еще один аргумент в нашу копилку факторов позволяющих сделать ставку на рост американской валюты в преддверии ожидания повышения ставки и третий уже фундаментальный критерий это объективный очевидный прогресс на американском рынке труда нон фарм параллс нам еще раз доказали это и судя по динамике последних вообще отчетов по состоянию американского рынка труда это уже не сезонные проявления не локальные скажем макроэкономические релизы это самое что ни на есть позитивная тенденция которая все более актуальна и очевидна сейчас поэтому в целом достаточно аргументов которые должны позволять нам ориентироваться на опять же позиционный трейдинг и прекрасно понимать что доллар японская иена представляет собой по-прежнему значительный интерес и я советую рекомендую по-прежнему рассматривать этот валютный тандем с точки зрения длинных позиций и что касается теперь реакции евро австралийца фунта ну и прежде всего нас интересует евро доллар и доллар японская иена то думаю вы прекрасно могли сами заметить что после таких хороших данных по состоянию американского рынка труда у нас прибавило сразу около 150 пунктов достигнув уровня 125.63 мы ставили цели поскромнее они с лихвой были реализованы даже с преувеличением выполнили евро доллар сдал позиции по факту роста американского конкурента и просел в район 1.11 сейчас торопится отыгрывать драгоценные пункты против основных конкурентов тем более что пока нет конкретики по греческому вопросу который еще раз напомню в случае негативного сценария может сразу же свести на нет все эти бычьи локальные стремления евро доллара и отправить его к уровням находящимся ниже значения 1.10 это главный риск сейчас Греция главный риск для тех кто делает ставку на рост пары евро доллар я советую вам миллион раз подумать еще прежде чем занимать длинные сделки и теперь давайте перейдем к основным макроэкономическим отчетам этой недели завтра у нас в принципе неделя будет уже не такая интересная как прошлое из основных макроэкономических отчетов завтрашнего дня пожалуй стоит обратить внимание на слушание по инфляции в целом я уже сейчас подробно остановился на ситуации с показателями индекса потребительских цен еще раз напомню что пока больше оснований в пользу того что индекс потребительских цен и дальше будет демонстрировать тенденцию к снижению то есть в рамках британского мегарегулятора никак сейчас не удается создать стабильных инфляционных ожиданий а по факту статистики мы видим то что они уже фактически испытывают те же самые проблемы с которыми столкнулась экономика еврозоны примерно полтора года назад это низкая инфляция которая сначала допускалась как показатель находящийся на минимальных отметках а потом мы по факту увидели то что низкая инфляция стала самым настоящим проявлением дефляции потому что показатель ушел на отрицательную территорию очень надеюсь то что тенденция дефляции она не закрепится в рамках британского мегарегулятора но поскольку мы делаем ставку именно на локальные отчеты сейчас еще раз повторюсь нужно руководствоваться фактами эти факты против оснований роста инфляции и против оснований для позиционного трейдинга долгосрочного трейдинга направленного на рост британской валюты в среду отметиться Австралия снова Англия промпроизводство и оценка темпов роста ВВП от Найсер что касается Австралии здесь интересно будет конечно же послушать комментарии руководителя резервного банка Глена Стивенсона хотя опять же этот человек достаточно прямолинейный мы помним его последние конференции если есть проблемы они в принципе констатируются я думаю что уже можно готовиться к определенного рода таким фразам клише о том что австралиец даже с учетом последней коррекции по-прежнему переоценен экономика испытывает актуальные экономические проблемы с потребительской активностью с инвестиционным спросом экономика может испытывать трудности в связи со снижением цен на ресурсы также может перенимать риски в связи с ухудшением экономической конъюнтуры в Китае поскольку Китай является стратегическим партнером Австралии и Новой Зеландии и в целом я думаю что у нас уже вот я назвал 4 или 5 факторов которые указывают на то что австралиец может и дальше испытывать давление со стороны доллара и продолжить планомерное снижение к нашей такой стратегической цели которую мы поставили уже довольно таки давно это 0.75 до него остается чуть больше 100 пунктов я думаю что эта идея еще сохраняет потенциал Англия тут в принципе статистики о статистике мы уже поговорили в целом нас больше интересуют показатели по инфляции поскольку локальные макроэкономические данные как промпроизводство сейчас являются не совсем определяющими потому что сейчас банку Англии нужно убедить трейдеров чтобы они продолжили делать ставку на рост британцев в том что экономика не испытывает проблем с дефляцией это будет трудно идем дальше четверг снова Австралия уровень занятости и по сути состояние австралийского рынка труда прошлый показатель больше разочаровал может быть в этот раз у как раз данного сектора будет возможность интеграться перед трейдерами но опять же это краткосрочная реакция может быть по факту позитива конечно же станет причиной укрепления австралийца но хороший отчет по рынку труда он никак не нивелирует те проблемы которые я обозначил а эти проблемы в целом будут выступать одним из факторов разгрузки в Китае промышленное производство роничные продажи думаю что вот эта серия макроэкономических отчетов сначала по Австралии а потом уже по Китаю она будет определяющей для австралийца и для новозеландской валюты если посмотрим на ожидания по промпроизводству по роничным продажам по Китаю здесь к сожалению опять же негативные ожидания они подкрепляются объективной слабостью сейчас китайской экономики и если мы увидим очередную порцию слабых макроэкономических данных соответственно эту статистику можно также будет использовать и в торговле нефтяным ресурсом поскольку нефть сейчас реагирует соответственно на темпы экономического восстановления в мировой экономике а темпы экономического восстановления мировой экономики формируются такими странами как Китай поэтому если Китай публикует хорошую статистику это надежда на то что спрос будет расти на соответственно энергоресурсы и потенциальный фактор поддержки для нефти но поскольку ожидания слабые соответственно мы сможем увидеть коррекцию не только по рисковым инструментам не только по австралийцу не только по новозеландцу но и соответственно сможем увидеть соответствующую слабость на рынке энергоресурсов важный отчет четверга наверное самый важный отчет дня это роничные продажи сейчас после хороших данных по нон фарм параллс после объективного роста базового индекса потребительских цен после роста заработных плат на все последующие макроэкономические релизы будет обращаться максимум внимания те кто продолжает делать ставку на продажу американцы будут высматривать в каждом макроэкономическом отчете как еще одно подтверждение того что экономика США не готова к ужесточению монетарной политики и лагерь других трейдеров более многочисленный уже на фоне конечно же последних хороших статистических данных это те трейдеры которые все-таки верят в то что экономика США уже вполне готова к тому чтобы сообщить о повышении процентной ставки по крайней мере до конца этого года и если роничные продажи снова продолжат вот эту череду хороших макроэкономических данных я думаю что доллар японская иена сможет усилить темпы восходящего движения и возвращаясь к прогнозам Морган Стэнли которые обозначают на ближайшие 3 месяца цель по паре доллар японская иена 128 эти цели будут иметь достаточно фундаментальных оснований подтверждений и могут быть использованы как хорошие инвестиционные идеи для занятия длинных позиций если опять же среди вас есть позиционные трейдеры хорошая сделка хорошие возможности не игнорируйте и имейте ввиду что сейчас все-таки все складывается в пользу того что доллар будет расти число первичных заявок на пособие по безработице также традиционные еженедельные отчеты на прошлой неделе так же как и на позапрошлой статистика не разочаровала мы мы снова констатируем факт того что сейчас этот показатель находится на самом лучшем уровне за последние наверное несколько лет разумеется это еще один позитив еще один фактор очевидного улучшения ситуации на рынке труда для нас еще один фактор для роста доллара и в пятницу день будет уже поспокойнее четверга из отчетов стоит отметить промпроизводство еврозоны и наверное еще индекс потребительского доверия мичиганского университета промпроизводство вполне возможно что локально мы увидим хороший отчет опять же если посмотрим на сегодняшнюю статистику по германии она неплохая и быть может она смогла оказать влияние на соответствующий бычий интерес точнее оказать влияние на улучшение промышленного сектора в рамках экономики всего валютного блока но это такие поверхностные ожидания все-таки стоит руководствоваться тем фактом что экономика валютного блока сейчас в целом разочаровывает по большей своей части периодически конечно же появляются некоторые подтверждения неплохой статистики но это носит лишь сезонный характер тенденция она неизменна к сожалению пока на фоне тихущих экономических реалий нет оснований для того чтобы экономика валютного блока смогла соответственно выкарабкаться из тех проблем которые характерны для нее уже больше двух лет и индекс потребительского доверия Мичиганского университета думаю что наверное в любой другой раз мы бы проигнорировали этот отчет но поскольку сейчас мы обращаем внимание на все макроэкономические данные которые позволяют нам еще больше убедиться в восстановлении очевидном восстановлении американской экономики к этому отчету также будет повышенное внимание и если потребительское доверие окажется на позитивном уровне и сообщить нам о тенденции восстановления я думаю что ожидание того что американская экономика повысит процентные ставки могут даже плавно переехать с сентября на заключительный месяц этого лета то есть на август но это такие скажем спекулятивные ожидания конечно же интересные с точки зрения трейдинга но для нас они интересны с точки зрения статистики и пока все располагает к тому что объективно фрс может порадовать рынки и тех трейдеров которые делают ставку на коррекцию американского фондового рынка и роста доллара порадовать этим долгожданным судьбоносным решением касательно повышения процентной ставки к этим собственно оптимистом отношусь и я и что касается целей по основным валютным инструментом и активом это евро доллар 1.10.50 out usd 0.75.50 usd иена вполне возможно сможем двинуть в район 126 фунт доллар 1.50 1.50 то есть по рисковым инструментам это слабость и коррекция что касается доллара то это на мой взгляд абсолютно оправданный объективный рост собственно на этом все буду рад ответить на ваши вопросы можете задавать их либо в специальную рубрику вопросы либо в общий чат хорошо с ким здесь хорошо тогда спасибо вам за внимание хорошей торговой пятидневки еще раз максимум внимания к ситуации с Грецией и не торопитесь Купитесь с длинными позициями по евро-доллару. Вы знаете, после того, как Греция явно сообщила о том, что и обновленный проект соглашения их полностью не устраивает, который был представлен со стороны Европейской комиссии и Международного валютного фонда. И после того, как они не исполнили свое долговое обязательство в пятницу, а оставили прежний объем выплата на уровне 1,6 млрд евро, учитывая то, что сейчас по-прежнему нет финансовой поддержки, я думаю, что вероятность технического дефолта очень высока. Что касается выхода из состава валютного блока, то, наверное, процентов 20, почему бы нет, но все будет зависеть от того, сможет ли Греция погасить свое долговое обязательство перед МВФ до середины этого месяца. По сути, остается одна только неделя. И я думаю, что к этому вопросу можно будет при неизменности макроэкономического фона вернуться еще в следующий понедельник и снова, если не будет никаких судьбоносных решений, попытаться спроецировать возможность негативного сценария и дать ему процентный эквивалент. Я думаю, что шансы могут еще больше вырасти. И самое интересное, где будет евро к этому моменту. Большое спасибо за вопросы. Тогда еще раз вам удачной торговли. Увидимся уже на следующей неделе в понедельник. Ну и, конечно же, не забывайте просматривать наши каждодневные брифинги. Это более актуальный макроэкономический фон и, можно сказать, оценка перспектив валютных активов в моменте. Поэтому буду рад вас видеть и там. Да, спасибо и всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok